здравствуйте дорогие подруги и друзья с вами юлия голямина и эта передача язык и власть в которой мы разбираем речи политиков подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии но если понравится ставьте лайки всего неделю назад в россии произошли события которые стали неожиданностью для большинства россиян глава чвк вагнер евгений пригожин повернул свои войска с фронта в россию и начал занимать российские города давайте проследим за ходом событий наблюдая за риторической реакции владимира путина пятницу вечером 23 июня пригожин обвинил военное руководство в ракетном ударе по лагерю чувака вагнер по его словам в результате погибло огромное количество бойцов он обещал наказать виновных и объявил марш справедливости на москву мы не будем обсуждать имели ли место обстоятельства которые заставили повернуть его войска нам интересно другое пригожин назвал свое выступление маршем справедливости на москву не знаю осознана ли это аллюзия но такое название ссылает нас к мартину лютеру кингу и его знаменитому маршу за рабочие места и свободу на вашингтон аллюзия это такое средство языковой выразительности реаллюзии автор не напрямую цитирует какой-то текст и тем самым отсылает нас событиям которые за ним стоят тем самым автор расширяет пространство смыслов используя минимальные языковые средства марш на вашингтон был мирной акцией протеста которые приняли участие сотни тысяч людей обычных мирных людей и сам мартин лютер кинг был пацифистом и борцом за права человека чего о пригожине совсем не скажешь но кажется выбрав такое название для своего действа пригожин решил поменять имидж путинского повара и бандита на имидж борца за справедливость пригожин также поменял и свои речи заявляя то что противоречит официальной позиции по причинах специальной военной операции на 24 февраля ничего сверходинарного не было сейчас уже министерство обороны пытается обмануть общественность пытается обмануть президента и рассказать историю о том что со стороны украины была безумная агрессия и они собирались вместе со всем блоком нато на нас напасть спецоперация надо сказать что некоторые российские оппозиционеры так хотели увидеть в россии своего мартина лютера кинга что купились на нехитрый трюк пригожина впрочем он их быстро разочаровал в отличие от настоящего политика он не защищал свои ценности и не хотел сделать мир лучше для людей у него были свои сугубо корыстные цели которые не имели к его словам никакого отношения но вернемся к путину марш пригожина как мы помним начался в пятницу вечером и уже в тот же вечер пресс-секретарь путина песков сообщил что президент в курсе происходящих событий а наутро по телевизору показали экстренное выступление владимира путина которое кроме как траурным не назовешь когда мы смотрим чьё-либо выступление мы обращаем внимание не только на слова но и на другие элементы коммуникации например на одежду в которой человек выступает для субботнего обращения на путина надели черный причерный пиджак такой носят только на похороны а теперь все-таки поговорим о словах для этого выступления очень подходит метод лексико-статистического анализа это когда мы просто считаем количество тех или иных слов в тексте из этого делаем вывод о чем этот текст из 552 слов которые употребил путин 16 относились к семантическому полю предательства еще шесть слов связаны с интригами и авантюрами и еще восемь слов по 4 преступления и угроз такой метод позволяет нам понять какой смысл хочет донести до нас автор текста кроме того само повторение является манипулятивным приемом ведь наш мозг оценивает повторяющуюся информацию как более достоверную в общем частотный анализ показывает нам что путин считает все это предательством интригана которые он оценивает как преступление и угрозу вот что интересно путин ни разу не называет имя того самого интригана который все это творит пригожин остается фигурой умолчания точно так же если вы помните путин и его пропагандисты поступали с фамилией навальный она не звучала ни по телевизору не выступлениях президента такое лингвистическое табуирование связывает с мифологическим мышлением мифологическое мышление придает огромное значение словам наделяя их магической силой она отождествляет слова и предмет который это слово обозначает а значит называя кого-то по имени мы как бы делаем его реальным делаем его сильнее что же еще было интересного в первом выступлении путина после бунта пригожина это новый нарратив о девятьсот семнадцатом годе и большевиках как о предателях из-за которых россия играла первую мировую войну именно такой удар был нанесен по россии в 1917 году когда страна вела первую мировую войну но победу у нее украли раньше путин уже обвинял большевиков но обычно в создании украины теперь же он ставит себя на одну доску с николаем вторым а пригожина с лениным но надо сказать не самое лучшее сравнение с не очень приятными перспективами но думаю что эту речь путину готовили в попыхах и о таких последствиях не подумали будем наблюдать появится ли такой нарратив в речах путина снова в этом же выступлении путин признал что ростов захвачен будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в ростове-на-дону она остается сложной фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления обратите внимание на пассивный залог работа заблокирована автора этой блокировки путин не называет а в самом ростове-на-дону появление войск чвк вагнар привело к интересным политическим последствиям люди стали выходить на площадь и вести оживленные дискуссии о происходящем на один день в город вернулись политика которые у нас последние годы украли без слова политика связано с греческим словом полис то есть город и она должна осуществляться на городских площадях а не в темных кабинетах на этом хорошие новости впрочем заканчиваются вагнерцы сбили несколько вертолетов и самолетов минобороны о потерях молчит а вот владимир путин проговорился в противостоянии с мятежниками погибли наши боевые товарищи летчики они не дрогнули и с честью выполнен приказ и свой воинский долг путин не может наказать пригожина чвк вагнар за те действия которые он сам назвал преступлением ведь если есть преступление то должно быть и наказание однако 27 июня фсб прекратила уголовное дело по факту мятежа объяснили они это очень странно мятежники прекратили действия непосредственно направленные на совершение преступления то есть если ты вышел на площадь с плакатом а потом его свернул то на тебя все равно заведут дело о дискредитации армии а если ты всего лишь сбил несколько вертолетов и самолетов которые погибли люди то ничего страшного но давайте перейдем ко второму выступлению путину которая состоялась уже после прекращения мятежа вечером 26 июня в этом выступлении путин использовал слово преступления всего два раза и ни о каком наказании речи не идет да и фамилию пригожин он естественно тоже не употребляет у него действуют какие-то неназванные организаторы которые с одной стороны потеряли адекватность а с другой все понимали вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен организаторы мятежа несмотря на утерю адекватности не могли этого не понимать все они понимали в том числе то что пошли на преступные действия на раскол и ослабление страны которая сейчас противостоит колоссальной внешней угрозе без прецедентному давлению извне когда на фронте со словами не шагу назад гибнут наши товарищи зато в тексте появляются неонацисты в киеве и западные покровители и разного рода национал предатели куда уж без них нельзя же обвинить самого себя что он много лет вскармливал неподконтрольные вооруженные формирования которые состоят еще из уголовников именно такого исхода брата убийства хотели враги россии неонацисты в киеве и их западные покровители и разного рода национал предатели между тем бойцы чего кабана предстают в тексте невинными жертвами обмана тексте появляются такие слова тянули толкали втравливали ну и и бойцам предлагается одуматься и осознать ошибки в общем понятно откуда берется такая оправдательная риторика путину по зарез нужны бойцы чего к вагнах ведь обычные граждане никак не хотят мобилизовываться знаете что меня больше всего поражает в этой истории и вообще во всей риторике вокруг специальной военной операции меня поражать с какой легкостью наши пропагандисты и наши власти уничтожают здравый смысл и простую человеческую логику могут быть организаторы без имен преступления без наказания и бандиты невинные жертвы обмана все это разрушает моральные основы общества и это еще одно преступление которое совершается на наших глазах преступления авторы которого я уверена будут наказаны спасибо большое что были сегодня со мной надеюсь вам понравился наш разбор таких важных событий которые произошли на прошлой неделе подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите в комментариях что вы думаете по поводу всей этой истории